Случаи жестокого обращения с животными в Сарове стали происходить с пугающей периодичностью. В доме по улице Силкина с балкона пятого этажа, по словам очевидцев, за неделю сбросили 12 кошек. Соседи их ловят и отдают волонтёрам. Предположительно, своих питомцев владелец выбросил сам. Его поведение жителей дома порой пугает. Вот раз он к нам приходил в 11 вечера, стучал в дверь, спрашивал, зачем мы в его собак стреляем. Потом бегал, говорил, что к нему люди в чёрном какие-то приходили, кошек с балкона забирали у него. Но это давно было, да меньше года назад. С собакой тоже вот всё то же самое. Он её то выпускает, то запускает. Но всё время ему кажется, что к нему кто-то приходит. Большинство кошек не получили при падении серьёзных повреждений. Недаром говорят, что у них 9 жизней. Но одному пушистому красавцу повезло меньше остальных. При падении он повредил лапу. Помощь ему оказали волонтёры. Рентген показал, что конечность у кота сломана, причём перелом серьёзный. Разослала рентген по клиникам. Жду ответа. Если никто не возьмётся, то ампутация. Соседи вызвали полицию. Сотрудников правоохранительных органов и волонтёров мужчина пустил в квартиру, в которой оставался ещё один кот и собака породы Алабай. Это было ужасно. Везде мусор, грязь, экскременты животных. Запах ужасный. Кота мы всё-таки забрали. В мисках кошек, горох и кукуруза, рассказала Светлана Лебедева. По её словам, подобные несчастные случаи с питомцами в этой квартире происходят уже на протяжении нескольких лет. Дверь нашей съёмочной группе владелец не открыл. От такого соседства страдают и жильцы дома. Елена Валентиновна уже давно оставила любые попытки сделать ремонт в своей квартире. Что с потолков? Во-первых, по газовой трубе постоянно течёт вода. Я уже опасаюсь, что сама газовая труба скоро проржавеет. Когда я поднималась когда-то к нему много лет назад, у них там стоит холодильник. Вот это протекает не только до меня, а до соседки снизу. Жёлтые бурые разводы на потолке и такие же потёки на стенах. По газовой трубе непонятная жидкость добралась и до квартиры на третьем этаже. В таком ритме идут годы, но вопрос не решается. Получить комментарии правоохранительных органов нам так и не удалось. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.